Глава первая «Приятно быть в розыске!» Д. Джеймс Примечание Деннис Угроза Джеймс – знаменитый культурист, ставший практически отшельником. «Простите вы, ас...» – робко прозвучал высокий женский голос. Я оторвал взгляд от кружки пива и чуть было не поперхнулся. В тесном помещении трактира «Тощая овца» базара на Деве меня обступили три юные извергини в стильных деловых костюмчиках и с портфелями в руках. Первым моим побуждением было бочком выскользнуть вон из трактира, при этом прижимаясь спиной к стене. Наряду с драконами и троллями изверги – самые опасные существа во всех измерениях. Я тотчас напомнил себе, друг мой, и ведь сам – изверг. Зеленая чешуйчатая кожа обтягивает упругие и сильные мускулы. В черепе между заостренных ушей скрывается хитрый изворотовый мозг, умело осуществляющий сложные аналитические операции, всегда направленные на изыскание личной выгоды. Дамы пристально уставились на меня своими желтыми глазами. Я давно успел изучить выходы из всех общественных зданий в радиусе пяти миль от нашего штаба. Задняя дверь находилась за занавеской, в пятнадцати шагах за моей спиной. Успею ли я добраться до нее, прежде чем они достанут оружие или начнут насылать чары? Гвида, Пентюх и мой бывший напарник, с которым мы выпивали, замер. От меня не укрылось, что его рука потянулась к внутреннему карману пиджака, где хранился мини-арбалет, а розовато загорелая морда побледнела до оттенка буйволовой кожи. По всей видимости, он разделял мое беспокойство, но, тем не менее, не собирался оставлять делового партнера одного на растерзание прекрасного врагу. А как? «Кто, собственно говоря, им интересуется?» — рябкнул я. Но изверги не вовсе не были похожи на убийц или налоговых агентов. Я отметил про себя, что костюмчики барышень имеют модную пастельную расцветку, юбки коротки, а сумки подобраны в тонь одежды. «Быть может, адвокаты?» «Нет, пожалуй, слишком молоды. Скорее всего, школьницы. Как бы в подтверждение моих выводов одна из них засмеялась. Вы, наверное, аз. Вы и так похожи на свою фотографию». Остальные тоже захихикали. Я свирепо посмотрел на них. «И где же вы видели мое фото?» «Показала ваша мать», — ответила самая высокая из милых барышень. «Моя мать?» «Твою мать», — полюбопытствовал Гвида, наклоняясь ближе ко мне. Я вежливо отодвинул его. «Короче, что вам нужно?» Спросил я, что называется в лоб. «Ну, ас, мандюс», — робко начала высокая извергиния. «Просто ас», — раздраженно перебил я, краем глаза заметив, что посетители, в основном краснокожие девалы, коренные обитатели этого измерения, отодвинули в сторону свои напитки и навострили уши в надежде лучше расслышать нашу беседу. «Хорошо, пусть будет ас. Нам надо. Это право как-то неудобно». «Тогда сядьте и говорите потише». Признаюсь честно, я уже начал потихоньку терять терпение, поэтому довольно злобно зыркнул на любителей подслушивать чужие разговоры, и те сразу вспомнили, что им есть чем заняться. Я указал на лавку с другой стороны стола. С недовольным выражением на лицах, как будто они только что поняли, где находятся, девицы расселись напротив меня. «Итак». Барышни смущенно переглянулись. «Скажи ты, Джанетта?» — попросила та, что казалась ниже всех ростом. «Нет, это была идея Палони», — возразила самая высокая. «Неправда», — возмутилась средняя. «Нашу породу трудно чем-либо смутить. Похоже, барышень привело сюда серьезное дело. С самого рождения нам, извергам, внушают, что мы высшая раса во всех измерениях. Мало кто еще способен совмещать магию и сверхсовременные технологии. Изверги же прекрасно разбираются и в том, и в другом. Мы сильнее, быстрее, умнее, чем другие путешественники по измерениям, или, скажем, демоны. Если такая самооценка дает основание слегка задирать нос, так что тут поделаешь? Из всех существ на базаре эти три извергини обратились за помощью именно к себе подобному. Мне уже начинала порядком надоедать девичья перебранка. Я кашлянул. Троица прекратила припираться и повернулась ко мне. «Так вот, ас!» — бойко начала высокой извергини, нервно переплетая пальцы. «Для начала должны сказать, что мы не новички. Все выпускницы МИИ». Я удивленно поднял брови. «Магический институт Извра — одно из наших лучших учебных заведений». «Неплохая рекомендация». «Но что дальше?» «Ну...» — извергини глянула на подруг. «Во время обучения у нас было много практических занятий, но на самом-то деле все они не имели какого-либо отношения применительно к реальному миру». «Логично», — задумчиво произнес я. «Профессиональные научные работники, академики, которые проводят все время в университетах, не имеют опыта действий в конкретных жизненных условиях. И они считают, что у вас будет куча возможностей применить свои знания на практике, как только вы получите образование. Но я тут при чем?» «Нам нужно попрактиковаться», — пропищала самая маленькая. «Вот прямо сейчас хотим пройти курс интенсивного обучения», — снова заговорила Высокая из Виргини. «Примерно недель на шесть. Мы проконсультировались уже со многими относительно кандидатуры лучшего учителя во всех измерениях, кто мог бы обучить нас, кому знакомы самые важные аспекты выживания в реальном мире магии, и везде каждый раз слышали одно и то же имя, даже здесь, на базаре на Деве. Я приосанился. Честно говоря, не думал, что меня еще помнят как великого мага. Я откинулся на спинку скамьи, задумчиво повертел в руках кружку и снисходительно осведомился. «Значит, мои милые, вы хотите, чтобы я обучил вас всем премудростям практической магии?» «Нет», – хором ответили все трое. «Вы должны помочь найти великого скива». «Что?» – прорычал я и грохнул пивной кружкой по столу. «Но вы же его напарник, правильно?» – удивленно спросила самая высокая барышня, легким магическим заклинанием стряхивая пивные брызги со своего кружевного воротничка. «Так нам сообщили в ассоциации купцов. Нам сказали, что вы в курсе, где его искать. Он якобы находится вне измерения, не оставил даже адреса. Но вы-то, как его ближайший товарищ, наверняка знаете, куда он сгинул». «Я вам что? Мальчик на побегушках?» Все трое в недоумении уставились на меня. «Мы не сомневаемся, что вы тоже опытный маг», – примирительным тоном сказала средняя. От ярости кровяное давление разом подскочило и чуть не снесло мне крышу. «Убирайтесь вон отсюда», – прогрохотал я. «Но тетушка Вергета сказала, что великий скиф – именно тот, кто нам нужен», – умоляюще произнесла самая высокая. «Она сказала, что он лучший из всех, с кем она когда-либо встречалась, самый искусный маг во всех измерениях». С этим мнением согласился весь ее клуб. Многие говорили, что слышали то же самое. Ее подруги закивали. «Тише, парень, не кипятись». Я был в курсе столкновений скифа с Вергеттой и ее великолепной десяткой, женской, изверской, преступной группировкой, державшей в страхе ни одного местного лавочника. Неудивительно, что репутация скифа была столь широко известна. Я сам потратил немало сил и нервов, чтобы она распространилась как можно дальше по всем измерениям, однако прекрасно представлял истинные границы его возможностей. Практически всему, что скиф знал, он научился у меня и у покойного мага Гаркина. Что-то постиг сам на практических занятиях и почти всегда выезжал на врожденной интуиции, слепой удачи, собственных знаниях и помощи друзей. Я втайне прикидывал, доживет ли он, будучи пентихом, до того момента, когда вполне овладеет искусством магии. В мои планы не входило подвергать его унижениям со стороны этой троицы. Дипломы МИИ означали, что барышни в течение шести лет находились в руках самых строгих профессоров и прошли лучшую практику во всех измерениях. Если девица узнает, насколько они образованы из кива, то разорвут беднягу на части. «Забудьте», — заявил я и осушил кружку до дна. «Ну, пожалуйста», — умоляюще протянула самая маленькая. Я грохнул пустой пивной кружкой о стол и уперся в столешницу кулаками. «Вы не понимаете, когда говорят «нет». Убирайтесь отсюда, пока я не оторвал вам головы». Из Виргинии и не думали сдаваться. Средняя смольбой уставилась на меня. «Прошу, скажите хотя бы, где можно найти с кива?» «У него отпуск, и я никому не позволю мешать ему и отвлекать всякими капризами. Лучше запишитесь в летнюю школу». «Но это очень важно», — пропищала самая маленькая. «Так же, как и его занятия», — отрезал я. «Еще раз повторю, даже не думайте об этом». «Мы готовы заплатить», — сообщила самая высокая. «Ему этого не нужно», — сказал я и для большей убедительности скрестил руки на груди. «За последнее время мне пришлось проложить немало усилий, чтобы с кива никто не беспокоил, пока он намерен оставаться вне пределов досягаемости. И, чтобы не сказали эти три модные штучки, ничто не могло убедить меня изменить решение». «Но его помощь действительно нужна», — умоляла самая высокая. «Нам просто необходимо научиться выживанию». «Тише», — предостерегающие перебили ее подруги. «Если вы разрешите хотя бы просто поговорить с ним», — жалобно произнесла самая маленькая, умильно хлопая с золотистыми глазками. «Тогда он поймет, почему требуется его поддержка». «Мне жаль, что вы зря потратили свое драгоценное время, дамы», — непреклонно сказал я и отвернулся. Интервью окончено. «Я попросил, чтобы мне подлили еще пиво». Официант подбежал к столику и наполнил наши кружки из кувшина. Я с наслаждением сделал большой глоток. «Ну что, Грида, ты уже побывал в новом ресторане Джинни?» Представитель синдиката подозрительно оглядел наших непрошенных собеседниц, но тем не менее проворчал. «Слишком уж ядренно на мой вкус. Хотелось бы сохранить зубную эмаль». Извергини отошли в сторонку. Они стояли посреди грязного трактира, напоминая кляксу яркой свежей краски на ржавом мусорном баке. Эткая неоновая вывеска для бандитов и карманников, сообщающая о том, что в помещении находятся три легкие жертвы. И слепой заметил бы, что их необходимо просветить по поводу личной безопасности, но это меня не касалось. Почти не касалось. И все же я дарил угрожающим взглядом несколько бандитских рож, имеющихся в зале, давая понять, что этих барышень трогать опасно, какими бы наивными они не выглядели. А то еще их побьют в драке, и местный народец решит, а вдруг изверги на самом-то деле вовсе не такие крутые. Девицы все еще продолжали пахныкивать. А мне было плевать. Я не собирался нарушать уединение с Кива ради трех разодетых модниц. — Что же нам делать? — взвыла самая высокая из подружек. — Мы не сможем подготовиться. После того, как предки засунули меня в МИИ за пять тысяч золотых за семестр, я не могу найти наставника, когда встает вопрос о жизни и смерти. Мои родители заплатили бы сколько угодно, лишь бы раздобыть великого Скива. Я нарочно отвернулся в сторону, но мой идеальный слух зацепился за слова пять тысяч золотых. И с этого момента барышни целиком завладели моим вниманием. — А тебе самому нравится кухня Джинни? — спросил Гвида. Я поднял указательный палец в знак того, чтобы он подождался своим вопросом и поинтересовался у высокой из Виргини. — Сколько, сколько стоит образование в МИИ? — Пять тысяч, — повторила она, поворачиваясь ко мне. В глазах блестели слезы отчаяния. За семестр. Плюс учебники и ручки с тетрадками. Плюс мое проживание и карманные расходы. Больше пятнадцати тысяч в год. Хотя я сам и не видел, но почувствовал нутром, что над моей головой зажглась зеленая лампочка жадности. — Присядьте, дамы, — нежно промурлыкал я. — Знаете, возможно, Великий Скиф найдет немного времени, чтобы помочь вам за разумную цену. — Слышь, ас, гость говорил, чтобы мы... — Дай дамам Шнапс. — Велида. Перебил я, пресекая поползновение моего приятеля помешать. Черт возьми, грешно было бы упустить удачно представившуюся возможность срубить капусты. Мой внутренний денежный счетчик на всю громкость наяривал сладостную мелодию «Деньги идут косяком». Передо мной были дочки олигархов. Или даже еще круче. Из Вергинии уселись на скамейку с надеждой поглядывая на меня. — Должен предупредить заранее. Услуги Скива Великого стоят недешево. Он лучше из лучших. Поэтому берет плату сообразно его умениям. И статусу. Внучатая племянница понимающая кивнула. — Бабуля Вергетта нас предупреждала. Так сколько конкретно он берет? — Ну, плата идет за суммарную работу нашей компании, — невинно произнес я, предупреждая возможный протест со стороны Гвида. Плюс процент за дальнейшее ее развитие. Как насчет, скажем, пятисот в неделю? Троица облегченно вздохнула. — Со всех? — спросила высокая. — С каждой. — Ни за что, возмутилась средняя. — Либо соглашайтесь, либо уходите, прорычал я. Великий скиф не работает со скрягами. — Нет, нет, запищала самая маленькая. — Как насчет трехсот с каждой? Я довольно ухмыльнулся. Вот теперь беседа пошла в выгодном для меня направлении. Глава вторая — Когда преподавание навлекало беду? — Сократ. — Скиф, прекрати немедленно, — приказала мне Банни. Гнев перекосил ее красивые личика. — Они слишком розовые. — Ты уверена? — спросил я и прекратил усиливать цвет, после чего отступил на пару шагов назад, чтобы лучше рассмотреть собственное творение. — Конечно, уверена. Они же пентюхи, а не бесы. Я уставился на изображение. Его источником была Бетина, персональный коммуникатор Банни размером с морскую раковину. Эта милая штучка была красного цвета и легко помещалась в ладони. Я включил ее, используя простейшую магию, чтобы прикрыть стены, облезлую краску и обшарпанные деревянные балки старого трактира. В тени спроецированных мною ореховых деревьев в драматических козах застыли фигуры, облаченные в богатые одежды, которые были тут явно не к месту, да и не ко времени тоже. Судя по долетавшим до меня высокопарным фразам, мужчина в лосиных с подвязками клялся в вечной любви девушки с длинными косами, одетой в облегающее платье с декольте, которое не могло не привлекать мое внимание. Старик в долгополом плаще и Тюрбане очевидно отец девушки был явно против их союза. Все трое были с Пента, представители моей расы. Справедливости ради вынужден признать, что их кожа получилась скорее оттенка фуксии, то есть не была похожа на обычную пентиховскую в диапазоне от светло-бежевого до темно-коричневого. Я нехотя мысленно убавил яркость моей щедрой палитры. Банни нетерпеливо постучала ногой Попову. Теперь лучше, осведомился я, пока нет. А так нет. А так нет. Так нет. Так нет. Да. Наконец-то соизволило согласиться Банни. Она окинула взглядом получившийся результат и удовлетворенно кивнула. Хорошо, теперь сделаем головы поменьше. Банни, они так нормально выглядят. Возразил я. Как лучше видно выражение лиц. Гнев моей помощницы был уже готов водопадом обрушиться на мою голову. Я тут же вернулся к своему шедевру и начал пристально изучать творение собственных рук. И вновь был вынужден признать, что Банни права. Люди действительно напоминали леденцы на палочках. Лично я находил в этом некоторое преимущество, потому что, когда в последний раз смотрел спектакль, актеры находились так далеко, что физиономии было не разобрать, а об эмоциях лицедеев приходилось судить исключительно по голосу. Когда пропорции пришли в норму, стало казаться, будто в старой придорожной гостинице помимо нас собралась целая толпа народу. Мне такой эффект даже понравился. Вот только декорации, на фоне которых происходило само действие, выглядели что-то уж больно фантастическими. Можно поменять антураж, предложил я, выставив ладони большими пальцами вверх, чтобы получился прямоугольник. Будет похоже на настоящий лес. И так сойдет, ответила Банни. Да ладно тебе, попытался подлизаться я. Можно сделать гораздо лучше. Нет, отрезала она. Но почему мужчины так устроены, что никогда не могут оставить в покое пульт управления. Как-то раз мне довелось покататься вместе с дядюшкой на ковре-самолете, который он приобрел на базаре на Деве. Так он умудрился заплести в косичке всю бахрому, и это за одну только короткую прогулку. Огорченный я удалился в угол и обиженно буркнул. Ну, если тебе больше не нужна моя помощь. Банни одарила меня выражительной улыбкой. Начнем с того, что я в ней и не нуждалась. Но увеличил картинку. Так действительно удобнее смотреть. Покачивая бедрами, Банни вернулась в уютное кресло в центре комнаты, вокруг которого разворачивался уже второй акт пьесы. Ну, и на саму Банни было приятно посмотреть, потому что она была роскошной женщиной, чей объем бюста равнялся примерно двум третьим от ее роста. Рыжие волосы были коротко подстрижены, выставляя на всеобщее обозрение и восхищение персиковые щечки и шейку. Поймите меня правильно, я не испытывал к ней никаких романтических чувств, но однажды в прошлом я недооценил Банни, причиной чему была как раз-таки ее внешность. За смазливым личиком скрывался редкостный ум, что мы в корпорации МИФ ценили гораздо больше, чем родственные связи Банни с воротилами из мафии. Теперь она мой лучший друг, к чему мнению я неизменно прислушиваюсь. И ничего, что при этом ее внешность радует глаз. Оставив остальных членов корпорации МИФ в штабе на базаре на Деве, я прожил в этом старом трактире уже несколько месяцев. Банни, она же наш бухгалтер, согласилась поехать вместе со мной и стала помощницей и компаньонкой в моем добровольном изгнании на Пенте. Я временно ушел из корпорации, чтобы с головой погрузиться в изучение магии. Хотелось серьезно все проштудировать, а не просто делать вид, будто разбираешься в чудесах и заклинаниях. Ведь как порой бывало раньше, освоишь какой-то прием, чтобы спасти собственную шкуру, ведь то с опозданием, после того, как один бес убил моего первого учителя Гаркина, за обучение взялся ас. Этот период моей жизни представлял собой бесконечную череду приключений полной опасностей, экспедиций, лекций, финансовых кризисов. Я только и делал, что едва успевал избегать навязанных браков или выпутываться из сложных политических интриг. Скажу честно, я даже вошел во вкус, однако потом начал задумываться над своим положением. Оно было незаслуженно выше моих реальных способностей. Пока еще меня никто на этом не поймал. Но я в любой момент ожидал судьбоносного стука в дверь, который возвестит о пришествии темного существа в капюшоне, который упрелся в меня указующим и обличающим перстом и за могильным голосом возвестит «И жулик!» И тогда людоеды с тележками выпотрошат мой офис и выкинут меня на улицу вместе с моими скромными пожитками, завернутыми в платок, и все, кого я когда-либо встречал, будут насмехаться над моим позорным изгнанием. Ну ладно. Допустим, я не боялся разоблачение позора и изгнания, поскольку вовсе не скрывал от своих друзей и компаньонов истинного уровня собственного образования, равно как и отсутствие соответствующей подготовки в вопросах магии. Они же, в свою очередь, при необходимости, оказывали мне всевозможную помощь и поддержку, когда я не мог с чем-то справиться сам. Все они специализируются в разных областях, имеют колоссальный жизненный опыт и с блеском выходили из таких ситуаций, в которые я не рискнул бы попасть. Единственным человеком, кого это сильно беспокоило, оказался я сам. Поэтому я решил на время отойти в тень, чтобы набраться опыта и обзавестись достойной репутации, а потом, вернувшись, если вообще вернусь, стать достойным товарищем. Я определил свою миссию так – превратиться в волшебника, оправдывающего свой статус. Старый трактир, унаследованный мной эазом от сумасшедшего Иштвана, стоял на пересечении нескольких силовых линий, откуда я мог черпать мощь почти без каких-либо ограничений. Я также обзавелся многочисленными книгами и манускриптами различных ученых-авторов по вопросам классической магии и практикумами по разным измерениям. Я от всей души был признателен Банне за это самопожертвование, с которым она разделяла мою добровольную ссылку и глубоко ценил ее жертву. Поначалу теплилась надежда, что ее заинтересуют мои исследования, но у нее была своя жизнь и свои интересы. Будучи племянницей Дона Брюса, она привыкла к активному существованию в своей мафиозной семейке и на работе в корпорации МИФ. Я думал, что ей покажется скучным, тихий и размеренный образ жизни в заброшенном и, как полагали населенным привидениями доме в глуши пентийских лесов подальше от посторонних глаз. Я заверил Банни, что по первому же требованию доставлю ее обратно на Деву или еще куда-нибудь. Пытался найти какое-нибудь развлечение, например, устроил просмотр волшебных фильмов, которые мы смотрели при помощи Бетины. Кроме того, я старался лишний раз не отваживать посетителей, скорее ради блага Банни, чем своего собственного. Будто, отвечая на мои мысли, раздался стук в дверь. «Быстрее, скиф!» сказала Банни, указывая на Бетину. Я махнул рукой в сторону крошечного электронного устройства. Толпа актеров исчезла, и в комнате воцарилась тишина. То есть почти воцарилась. Мой ручной дракон Глиб услышал стук и с грохотом влетел в комнату. Глиб радостно воскликнул этот проказник. «Тише!» шикнул я на него и прислушался. Снаружи доносились молодые женские голоса. «Какие-то девицы!» многозначительно хмыкнула Банни. «Ладно, открою». «Посмотрим, что ты скажешь об этой иллюзии», произнес я. Вот увидел картинку в каком-то свитке и решил создать нечто подобное, только чуть пострашнее. Тут я закрыл глаза и наложил на прекрасные черты Банни морщинистое синеватое лицо старой корги. Проходя мимо зеркала, она взглянула на свое отражение. «Ужас!» Довольный собой, я усмехнулся. «Глиб!» протестующий клакнул мой питонец. «Твоя очередь!» прошептал я. Одно мысленно усилие с моей стороны Глиб превратился в жуткого гигантского жука. Я такую несуразную помесь таракана и светлячка. Мой дракон в развалочку двинулся к двери. Я надеялся, что он не слишком испугает незваных гостей. В конце концов, мне всего лишь необходимо спокойствие. А нести ответственность за чьи-то ночные кошмары это уже меня не касается. В это мгновение дверь распахнулась. Последнее, о чем стоило беспокоиться, это то, что три девушки на пороге испугаются синие ведьмы летающих тараканов. Барышни оказались извергинями. Они смотрели на банни с типичным для извергов презрением к другим расам. Грубо говоря, им было до фонаря, что по ее распущенным космам ползали пауки, а кожа облизала буквально на глазах. Ас однажды сказал мне, что для него все жители Пента на одно лицо. Самая маленькая указала куда-то себе за спину. В той лачуге на дороге нам сказали, что здесь живет Скифи Великий. А кто его спрашивает? Скрипучим старушащим голосом поинтересовалась банни. Мы ответила самая высокая. Это вот мои подруги Фризи и Полонев. А я Джанетта. Скиф знаком с моей тетушкой Вергеттой. Мы можем с ним встретиться? Мой слух уловил имя недавней знакомой. Я подошел поближе к двери и поздоровался. Привет. Меня зовут Скиф. Что вам угодно? Полоня кинула меня недоверчивым взглядом. Ты Скиф? Да, кивнул я. Похоже, подобное признание повергло барышню в гораздо больше ужас, нежели мой закос под противного старикашку. Это он? Допытывалась Фризи и Джинетты. Это великий Скиф, который произвел такое впечатление на твою тетушку? Этот тщедушный пентюх? Нас обманули. Нет, нет, я действительно Скиф, запротестовал я, предварительно взглянув на дорогу, чтобы проверить, нет ли поблизости кого из местных. Проходите, пожалуйста. Я закрыл за ними дверь как раз вовремя, чтобы мое признание не распугало обитателей лесов на многие мили вокруг. Должно быть, вы шутите, воскликнула Фризи. Я же говорила, что он пентюх, оправдывалась Джинетта. Да, но это же просто ребенок, воскликнула Полни. Мы проделали долгий путь, потратили время, которого у нас нет. И что мы нашли? Мальчишку, едва вылезшего из подгузников. Точно, ребенок, согласно кивнула Фризи. Недовольно протянул. Я виде играющей на лице банни веселья. Я вовсе не ребенок. На учитель магии ты не тянешь, хмыкнула Джинетта. Без обид, конечно. Да я не обижаюсь, сказал я. Тут до меня дошло. Учитель чего? Магии, сказала Фризи. Нам нужен учитель магии сегодня. Прямо сейчас. Я. Джинетта кивнула. Моя тетушка уверяла, что такого лохкача, как ты, она ни разу не встречала за всю свою жизнь. Якобы ты способен провернуть без особого напряга любое дельце, а твой коммерческий директор дал самые лучшие рекомендации. Кто кто? переспросила Банни. Коммерческий директор. Ас, по его словам, ты именно то, что нам надо, потому что круче тебя никого нет. Это сказала Ас, переспросил я, не веря собственным ушам. Кому же, как не мне знать, какого мнения мой друг о моих скромных талантах. Он сам не раз говорил, что будь магией кишечными газами, то я не смог бы произвести даже еле слышный пук. И Ас сказал, что я то, что вам нужно? Можешь удостовериться, сказала Джинетта. Ее терпение было явно на исходе. Из Вергетта открыла свой желтый кейс и принялась в нем рыться. Наконец она копала два пергаментных свитка. Один длинный, спещренный причудливыми буквами, складывающимися в витиеватый текст, в котором Вергетта просила об одной услуге, а именно помочь своей юной племяннице и ее подругам. ААЗом на обратной стороне какого-то списка покупок. Это довольно милые девчонки, только нуждаются в небольшой обработке, думаю, ты справишься. ААЗ. Ну, что тут сказать, вздохнул я. Сказать по правде было лестно, что мой бывший партнер все еще в меня верит. Банни пыталась прочесть послание через мое плечо, так что я отдал свиток ей. Итак, обратился я с вопросом к трем барышням, хлопнув в ладоши. Что конкретно вам надо? Конечно, мы могли бы с вами начать с самых АЗов. Пола непрезрительно фыркнула и сплеснула руками. Что я вам говорила? Никакой он не профессионал. АЗы мы уже проходили, добавила Джанетта. Как-никак окончили МИИ, причем с красным дипломом. Если хотите, продемонстрируем. Ну, вот оно как. По сравнению со столь образованными дамами я ощутил себя просто недоучкой. В таком случае, что же вы, собственно, от меня хотите? Нам нужно за пару-тройку недель пройти курс интенсивного обучения. Главным образом, нас интересуют практически навыки. Ваш деловой партнер сказал, что вы с удовольствием стали бы наставником, при условии, что студенты достойны. У нас у всех есть дипломы. Сколько? В лоб спросила Банни. Все посмотрели в ее сторону. «Сколько вы заплатили ААЗу?» «При чем здесь ААЗ?» — насупилась Полония, заподозрив неладное. «Нам надо знать, сколько вы заплатили за вводные курсы последующие, если таковые предполагаются. Хотелось бы хотя бы одним глазом взглянуть на бумаги». С этими словами Банни протянула руку. «Мой бухгалтер», — пояснил я, видя растерянность своих потенциальных студенток. Раскинув мозгами, я сделал вывод, что Банни, в отличие от меня, всегда зрит в корень. Нам обоим было прекрасно известно, что ААЗ своего не упустит. Плохо верилось, что с его стороны это был чистый водой альтруизм и забота о благе ближнего. Нет. Действительно, с какой стати он вдруг послал ко мне учениц. ААЗ великий халявщик. Сколько раз ему случалось выпивать за мой счет. Так что Банни наверняка права, тут явно замешаны бабки и немалые. Из Виргини отдали ей листы пергамента, испещренные ААЗовыми каракулями. Ознакомившись с документами, Банни сначала побледнела, затем покраснела, а потом передала бумаги мне. У меня от удивления отвалилась черес, когда я увидел сумму. Насколько я понимаю, это продвинутый курс. Банни схватила меня за руку и поволокла в соседнюю комнату. «Где твой искакун?» спросила она. «Зачем он тебе?» «Я сейчас заявлюсь к нему в лавку и выскажу все, что о нем думаю. Он что, совсем с ума сошел? Как будто ему не известно, что тебе это троица не по зубам». «Не знаю», развел я руками. «Наверное, он решил, что я с ними справлюсь». «В этом деле главное выполнил ее просьбу». «Понятно, что Аза обуяла жадность, но тебе-то зачем это нужно? Вот скажи, что ты здесь делаешь? Я имею в виду в этом доме, в этом месте». «Ну, я учусь». «Потому что?» подсказала Банни. «Я понимаю, о чем ты. Никакой я ни маг и ни чародей, каким меня считают. А вот Аз наверняка решил, что его друг уже созрел для того, чтобы учить других. Кроме того, я теперь у него вроде как бы в долгу, так что придется взяться за это дело. К тому же эти изверги не рассчитывают на меня. В принципе, их присутствие не доставит нам особых неудобств. Дом большой, места в нем достаточно. Каждый может выбрать себе комнату. Вот увидишь, тебе же самой будет веселее». «Вижу, ты пытаешься убедить самого себя». Банни, можно сказать, читала мои мысли, что меня неизменно слегка пугало. «Скиф, мой тебе совет, не ввязывайся в это дело. Ясно, что Ас пытается тебе польстить, но скажи честно, какой из тебя учитель?» «Никуда не денешься», пожал я плечами. «Ас составил контракт от моего имени. Хочешь, не хочешь, все равно придется взяться за это дело, в противном случае, ты же понимаешь, как подобное может аукнуться на моей репутации». Банни испуганно прикрыла рот ладонью. «То есть ты готов ради сию минутной выгоды поступиться честью?» «Нет, на кону даже не чья-то репутация. Ас заключил сделку, не сочтя нужным поинтересоваться твоим мнением. Ты имеешь полное право ответить отказом. Можно подумать, он не знает, почему мы живем здесь. Пусть он вернет им деньги, вот и все». «Мы на мгновение замерли, представив себе, как Ас вынужден рыться в карманах, чтобы вернуть извергиним деньги». Я едва не расхохотался. «Неизвестно, что проще, ему расстаться с денежками или мне овладеть каким-нибудь хитроумными приемами, чтобы было чему научить этих трех барышень извергинь. Става гораздо легче и займет меньше времени». «Что бы там ни говорило, Банни, для меня это теперь дело чести». «Интересно, что выйдет из подобной затеи?» «Если я с треском провалюсь, то это станет очевидным в самом начале. Если выяснится, что я замахнулся слишком высоко, то найдется способ хотя бы частично компенсировать затраты извергинь. Да и вообще, как вариант, я мог бы подыскать себе замену». Махнув рукой, мол, что поделаешь, я вернулся к своим новоявленным ученицам, которые с нетерпением дожидались гостиной. Банни по-прежнему маячила у меня за спиной. «Значит, вы интересуетесь практической магией». «Да», хором ответили барышни, «и хотим приступить к занятиям как можно скорее». «Надеюсь, вы понимаете», начала Джанетта, осторожно подбирая слова, «что работодатели не желают иметь дело с выпускниками, не имеющими реального опыта. В мои же планы не входит умение жарить ребрышки червескунса и спрашивать у посетителей какой-нибудь дешевой кафешки вам с соусом или без. Лично я хотел бы получить хорошо оплачиваемую работу в приличной фирме, стать начальником отдела как минимум, а чтобы перепрыгнуть через головы других выпускников, нужно иметь перед ними весомые преимущества». «И мне тоже надо», поддакнула полный. Фризия добавила, «А чтобы зарабатывать хорошие деньги, необходимо наличие соответствующей репутации, а ключ хорошей репутации это прежде всего опыт», закончила ее мысль Дженетта. «Опыт добровольной работы, без всякой оплаты». «Почему мы предпочли практику в качестве добровольных помощников, чтобы начать карьеру с самой нижней ступеньки? Мы вам помогаем. Вы нам за это ничего не платите, только учите и как можно скорее». «Что ж, в их словах был свой резон. Получить приличную работу при обилии выпускников ой, как непросто. Изврат вам не пент, там везде царит жесточайшая конкуренция». «Ну ладно», произнес я со вздохом, уговорили. «Огромное спасибо», воскликнула полония. «Значит, договорились», заключила Дженетта и протянула чешуйчатую ручку. «Я на какое-то мгновение заколебался, вспомнив, что ААС терпеть не мог рукопожатий с подмастерьями. Ладно, будем создавать свой собственный стиль общения». «С чего же начнем?» поинтересовалась Фризия. Глава третья. «Спецэффекты превосходны». Стивен Спилверк. «Действительно, с чего?» На меня в упор, причем скептически, смотрели три из Виргини. От этого из головы тотчас вышибло последние мысли. «Ну, растерянно протянул я. Может, для начала вы определитесь с жильем?» пришла ко мне на выручку баня. «Когда-то здесь был трактир, так что места хватит всем. Каждому отдельной комнаты. Правда, по счастью, удобств здесь не густо. Зато всегда в неограниченном количестве имеется горячая вода, плюс хорошая звукоизоляция. Одна просьба, держите шторы задернутыми, местные жители уверены, что здесь обитают привидения. Три моей ученицы весело щебеча устремились наверх выбирать себе комнаты. Было слышно, как открываются и хлопают двери, откуда-то сверху долетают смешки. В бане, заметив мою растерянность, сошла необходимым ободряющий улыбнуться. «Миш, что ты намерен с ними делать?» «Думаю, нужно посоветоваться с Машей», ответил я. «У той наверняка найдутся идеи, чем и как заниматься с подобными особами. Тем более, что она сама была моей первой ученицей. Кто знает, вдруг мне удастся спихнуть их ей». Но Банни с сомнением покачала головой. «Как у придворного мага, у него хватает своих забот. Чем лучше, получит трех бесплатных помощниц», с энтузиазмом произнес я. В следующее мгновение троица с грохотом скатилась вниз по лестнице. Однако я уже успел привести в порядок свои мысли. «Ну как, все в порядке?» поинтересовалась Банни. «Мы ничего здесь не меняли, только сделали генеральную уборку». «Не надо никаких извинений», сказала Фризия и расцвела в довольной улыбке, обнажив при этом ряд начищенных до белизны огромных острых клыков. «После им-таки номера люкс. Институтской администрации было все равно, удобно нам или нет. Например, со мной в крохотной комнатушке жили еще пятеро студенток. Вот увидите, нам у вас тут понравится». «Спасибо на добром слове», поблагодарил я немного смущенно. «Нам с вами предстоит съездить в гости к одной моей знакомой. Заодно вы получите возможность поближе ознакомиться с нашим измерением». «Мы уже кое-что видели», заметила Полни. «Дыра, дырой». «Впрочем, как скажете». «Да, с этим не поспоришь». «Скажу честно, мое родное измерение неизменно наводило на меня скуку. Правда, я решил, что неплохо было бы взять с собой эту троицу и навестить королевство по силтум. По пути можно было бы получше выведать, что им собственно от меня нужно. Когда Маша, а ведь она была непростой ученицей, поселилась у меня, то начиналась с того, что подметала пол в кабинете и взглядом зажигала свечи. К тому времени Маша успела поработать независимым чародеем в измерении валет, но решила завязать с этим делом, потому что предпочла наше общество, мое и моих компаньонов. Я до сих пор уверен, что научился у нее гораздо большему, чем она у меня. Маша специализируется на практической магии. Я наблюдал за тремя барышнями, а сам мысленно прикидывал, как среагирует на них не только местная живность, но и мои соотечественники пентюхи. Если вы в таком виде выйдете из дома, то распугаете все живое. Дамы, неужели вы не владеете такой вещью, как маскировочные чары? Дамы точно расцвели улыбками. Конечно, владеем. Окружающее пространство взорвалось фонтаном искр, и три извергини однако в следующее мгновение передо мной пристал огромный зеленый дракон, свернувшийся в клубок посреди комнаты, а среди колец его кожистой плоти устроилась желтоглазая русалка. У обитательности водоемов были жуткого вида клыки, на плечи ниспадали длинные пряди водорослей, а сине-зеленый чешуйчатый хвост кокетливо подрагивал. Картину дополняло гигантское дерево, которое упучило здоровенные глазищи. Глип ощетинился и зашипел. Я нахмурился. — Вам не нравится? — поинтересовался дракон голосом Джанетты. — Наверное, не производит должного впечатления. Попробуем что-нибудь еще. Вновь во все стороны полетел сноб искр, и оказался лицом к лесу с тремя троллями. Мохнатые ноги в солдатских сандалиях, рогатые медные шлемы на головах, в руках боевые топоры. — Только не это! — скричал я. — Не нравится? — удивилась Фризия. — Ладно, подумаем. Теперь мне улыбались три горгульи в каменных балетных пачках. Как говорится, без комментариев. — Ну, тогда это вулкан радугой голубой эльф. А это не успел я крикнуть, что с меня довольны, как из Виргини начали последовательно превращаться в единорогов, деволов, великанов, здоровенных роботов, от которых во все стороны летели искры, крылатых сфинксов, огромных извивающихся морских змей, гигантских красных ежей. Наконец я увидел трио розовых слонов, причем на лбу у каждого колыхался роскошный плюмаш из старусовых перьев. — Да прекратите же! — замахал я руками. — Я имел в виду совсем другое. Маскировку, в которой вас никто не заметит. Слоны задумчиво помахали хоботами и уставились на меня мудрыми глазами бусинами. — Ну почему? В голосах из Вергинь слышались обиды и разочарования. — Чем тебе не понравилось? — Кажется, я начинаю понимать, в чем их проблема, произнесла Баня, изумленно выгнув бровь. — Нет-нет, успешил я заверить моих новоиспеченных учениц. — Маскировку у вас что надо. Только она нам не подходит. Нужно пробраться во дворец незамеченными. Лучше лишний раз не привлекать к себе внимания. Барышни слонихи переглянулись, словно такая мысль ни разу не приходила им в голову. — Тогда давайте просто войдем туда такими, как есть, предложила Фризия. Огромные слоновьи ножищи, она сделала изящный пас, и передо мной вновь предстали три юные зеленые из Виргини. — Вот так. — За мной, девочки. С этими словами она направилась к двери. — И нет. — Так дело не пойдет, — решительно произнес я и попытался загородить им дорогу. — Но почему, удивились из Виргини, нам нечего стыдиться своей внешности? Полани с вызовом посмотрела на меня. — Или все дело в нашей одежде? Неужели для этого измерения мы одеты называющих? Вообще-то это везде называется деловой костюм. Классика, она и на пенте классика. Или я не права? — Ваша одежда ни при чем, возразил я. — Все дело в вас самих. До сих пор на пенте побывал лишь один единственный изверг. Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы большинство пентюхов едва не наложили в штаны. Если же народ увидит, что вас здесь трое, просьба, замаскируйтесь под обыкновенных обывателей, каких вы наверняка видели по пути суда. Троица обменялась взглядами. — Ну, если ты настаиваешь, — нехотя произнесла Джанетта, — настаиваю, — подтвердил я. Барышни закрыли глаза, а когда открыли, всех троих было не узнать. Моему взгляду предстал уволень пентюх с коромыслом на плечах. Короче, наш местный идиот. Рядом с ним я по длинному носу и землистому цвету лица узнал сборщика налогов. Третьей была корова. Ну, что ж, сойдет для сельской местности, произнес я и, примастившись на краю стола, жестом пригласил их сесть. Давайте попробуем еще раз. При помощи портативного коммуникатора я создал несколько изображений местных жителей, чья внешность не столь бросалась в глаза и которые были приятнее в общении и разумнее тех, кого девицы выбрали сначала. Троица точно заспорила, кому под кого следует замаскироваться. Мне показалось, что выбор дается им с большим трудом. Какое-то время я пытался сдерживать раздражение. Послушай, тебе лучше прикинуться молочницей, бубнила Фризия. Она выше ростом, чем я. Эй, красотки, хватит припираться. Ну, уж нет, я буду только вором-домушником, возразила Полани. А вот ты станешь молочницей. Ну, ведь это же тоска зеленая, ты только посмотри на ее деревянные бешмаки. Ладно, барышни, поскорее закругляйтесь с маскировкой в путь. Но барышни даже брови не повели. У этого парня в лосинах есть только шарма, задумчиво произнесла Джанетта. Я встал между ними и поочередно ткнул в каждую пальцем. Отлично, Джанетта, ты будешь парнем в лосинах. Полани, вор-домушник, Фризия, тебе придется побывать дамочкой в голубой вуале. «Живо!» «Кто будет последней, тому полагается штраф». И я хлопнул в ладоши. Нацепив маску худого изможденного чародея, которая, надо сказать, не шла куда больше, чем собственная веснущая физиономия, я решительно направился к двери. Изверги не гуськом последовали за мной. Признаюсь честно, я ожидал, что барышни начнут жаловаться, но нет, никто не произнес ни слова. Все трое беспрекословно подчинились. Я даже не знал, радоваться ли такому доверию с их стороны, или же стоит заподозрить неладное. Баня, на всякий случай ухватив глипа за ошейник, помахала мне, стоя в дверях. Как только мы вышли на узкую тропу, единственную дорогу в нашей местности, проходившую сквозь густой лес, я занял место в хвосте колонны и принялся наблюдать за моими ученицами с тыла, насколько опасался, что у них возникнут проблемы с адаптацией к новому измерению. Однако я никак не мог предвидеть, что им будет чертовски трудно привыкнуть к своему новому обличью. — Джанетта, прекрати верять бедрами, рявкнул я. — Это как же? — поинтересовалась высокая извергиня. Я сделал неопределенный жест. — Не верти задом. — Пойми, парень, которого ты изображаешь, надолго станет объектом шуток, если мы встретим по дороге его знакомых. Услышав, как я отчитал Джанетту, полон захихикало. Пришлось переключиться на нее. — А вот этого, милочка, я бы не советовал тебе делать. Можешь хихикать, сколько влезет, когда мы придем к Маше. — Ведь ты у нас кто? Ветхий старикашка. Ворчи себе под нос, изображай недовольство. Пола несердито взглянула на меня. — Я что, в старческом маразме? — Ну, что ты на это скажешь? — Именно так. Ты мужчина преклонных лет, со своими деловыми интересами, а твой дорогой зять то и дело пытается урвать у тебя кусок. Жена твоя жутко склочная бабища, что еще хуже, ее родня живет в твоем доме. Бормочи, жалуйся себе под нос. Чем больше, тем лучше. Пола не пришла в ужас. — Это кошмар какой-то. Может, лучше я буду девушкой, как Фризия? — Нет, так дело не пойдет, — возразил я и демонстративно скресил руки на груди. — Пусть это послужит для тебя уроком. В следующий раз будешь искать более подходящий облик при маскировке. Подозреваю, что до сих пор ты пользовалась подобными чарами разве что на Хэллоуин. Верно я говорю? — В общем, да. Из Виргини престижно склонила голову. Третья Из Виргини Фризия продолжала гордо вышагивать впереди. Неудивительно, ведь в таком костюме ей в принципе не было необходимости притворяться. Впрочем, я не строил насчет нее никаких иллюзий, да простится мне эта игра слов. Наверняка в ближайшие шесть недель мне будет к чему придраться, если она к этому времени чему-то научится. Что ж, тоже неплохо. Я был вынужден признать, что Фризия уловила суть характера юной девушки в голубом платье. Любой гипотетический наблюдатель наверняка удивился, с какой стати богатая. Избалованная леди Мелгари Трамп-Майер решила прогуляться пешком, вместо того, чтобы ехать верхом на белой лошади или путешествовать в роскошной карете своего отца. С другой стороны, местному люду тоже ведь надо о чем-то посудачить. Вскоре вдали замаячили пятеро всадников. Тропинка была слишком узкой, чтобы имелась возможность разойтись или разъехаться. Мои новоявленные ученицы обернулись и посмотрели на меня, но я только махнул рукой, мол, идите дальше. «Сторона!» приказал один из всадников. Это был крупный раз в два выше меня бородатый мужчина на скакуне внушительных размеров. Однако и я повел себя с достоинством. «С каких это пор с великим скивом разговаривают столь неучтиво?» проговорил я за могильным голосом. Двое всадников, ехавших чуть позади первого, вздрогнули. «С каких пор позволено перечить лорду Пештига Слонегорскому?» в свою очередь возмутился первый всадник и вытащил из ножен меч. «Вы загораживаете нам дорогу, милорд», произнес я, скрестив руки на груди. «Это вы загораживаете ее нашим лошадям?» «С каких это пор благородные господа должны уступать животным?» спросил я его, тоном отца наставляющего малого ребенка. «Садитесь с дороги, милорд, дайте нам пройти». «Не в наших правилах уступать кому-то дорогу», процедил сквозь зубы лорд Пештига. «Живо в сторону, или мы вас затопчем?» «Не думаю, что вы посмеете это сделать», ответил я и покачал головой, ибо последствия имами. «Не советовал бы вам играть с огнем». «Повторяю, вы загораживаете нам дорогу. Отступите в сторону, или пеняйте на себя». «Может, оторвем им головы?» спросила Фризи и оскалилась. Она совершенно забыла о необходимости сохранять маскировку. Псадники в ужасе уставились на нее, потом дружно схватились за оружие. «Нет», произнес я как можно спокойнее и сделал рукой магический пас. В следующее мгновение меч вылетел из рук лорда Пештиго. Я немного подержал его в воздухе, после чего перевернул и загнул клинок наполовину длины в грязь у края тропы. Меч застрял рукояткой вверх, еще несколько мгновений продолжал подрагивать. Лицо лорда сделалось сначала пунцовым, затем белым, как мел. Когда он заговорил, голос его прозвучал на несколько регистров выше. Корт, лорд чародей, боюсь, что вы меня убедили. Пожалуй, ответил я, изобразил на своем изможденном лице некое подобие улыбки. Я пребывал в неведении относительно вашего могуще... В общем, всего хорошего вам, господа, ступайте дальше своей дорогой. С этими словами он сделал знак своим спутникам. Всадники, разумеется, не стали спорить и покорно отвели своих лошадей на обочину, где те увязли в непролазной грязи почти по колено. Я снисходительно кивнул, после чего знаком велел ученицам извергением следовать за мной. Мы прошествовали мимо испуганных лошадей и их не менее шокированных седоков. На ходу я вскинул руку. Мещ вылетел из грязи и острием вперед скользнул лорда Пештига прямо в ножны. Спутники лорда тоже поспешили убрать оружие, явно опасаясь, как бы я не сделал это за них. «Прощайте, джентльмены!» мрачно произнес я. «Прощайте, досточимый маг!» пролепетали в ответ всадники. Как только мы их миновали, они тотчас подстегнули своих лошадей и вскоре были уже далеко. «Вот это да!» восхитилась Фризия. Я дождался, когда всадники скроются из виду, после чего повернулся к ней и с нисходительным тоном заметил. «Как я понимаю, вас впечатлило увиденное, верно?» Она дарила меня взглядом полным неподдельного восхищения. «Еще как!» «То есть, я хочу сказать, ты всего лишь задействовал левитационные чары, зато какой результат!» «Они от удивления чуть не обделались!» «Кстати, тебе не приходила в голову мысль, что мы могли бы пройти мимо, не прибегая ни к каким чарам?» спросил я довольно зловеще. «Это как же?» недоуменно переспросила извергения. «И почему мы не прошли?» «Да потому, что когда я начал разговаривать с их главным, благородная дама рядом со мной вдруг ни с того ни с сего оскалила зубы и крикнула. Может, оторвем им головы?» Стойко и удивляться, что эти люди восприняли подобные слова как угрозу. «Более того, они наверняка начнут сплетничать о том, что с ними приключилось в дороге на каждом углу. Я не удивлюсь, если отец леди Мелгори уже снарядил вооруженный отряд, который прочесывает местность в поисках чародея, который похитил его дочь и навел на нее чары безумия. Не пройдет и часа, как мы услышим за спиной цокот копыт. «А что, разве ты не справишься с погоней?» интересовалась Полония. «С этими ты разделался в два счета?» «Это потому, что на нашей стороне был такой фактор, как неожиданность», пояснил я, с трудом сдерживая гнев. «Больше этого преимущества у нас не будет». «А почему бы нам не сбросить маскировку?» предложила Джанетта. «Вот будет неожиданность, так неожиданность, а потом разделаемся с ними при помощи магии. Мы все трое играем в демонический волейбол. При желании я могу запулить любым противником шагов на сто. Улетит, как миленький». Я вздохнул. «Что мне еще оставалось?» «Да, а потом за нами в погоню вышел не отряд, а целую армию. Говорите, вам не хватает практического опыта?» «Большинство пентюхов панически боятся любой магии, чары всех тех, кто не похож на них самих. Целовые линии в здешних краях довольно слабы, за исключением редких мест вроде нашего трактира, где пересекается сразу несколько таких нитей. Так что я не советовал бы вам попусту транжирить драгоценную магическую энергию. Наоборот, мой вам совет, приберегите ее до тех пор, пока мы не найдем источник помощнее. А пока лучше экономить силы. Да и вообще, зачем злоупотреблять магией, если есть голова? Ну как, дошло до вас? Дошло с Киев! Хором ответили мои ученицы. Я зашагал дальше, а сам удивлялся, почему они не ведают прописных истин вроде той, что магическую энергию следует расходовать экономно. Из Виргинии. Что с ней взять? Вздохнул я про себя. Глава четвертая «Ты же не откажешь в любезности старому другу?» Дон Корлеона «С Киев!» Маша подлетела ко мне и проворно заключила в объятия. «А когда Маша обнимает кого-нибудь, это кое-что значит. Назови я ее корпулентной, вы бы тотчас упрекнули меня в излишней деликатности». Впрочем, Маша нисколько не стеснялась своих пышных форм. Она носила одежду кричащих расцветок и тонны ювелирных украшений, которые еще больше притягивали взгляды окружающих к ее соблазнительным округлостям. Красила волосы в огненно-оранжевый цвет и обожала губную помаду соответствующих оттенков. После того, как Маша стала придворной посилтумской чародейкой под началом королевы цикуты и вышла замуж за бывшего армейского генерала, излучаемая ею убойная сексуальность стала менее вопиющей, и все равно ее пышные телеса приковывали к себе взор. Она была моим другом, причем я относил ее к числу самых лучших и надежных друзей, которых ни у кого не бывает слишком много. Поэтому Маша моментально поняла, что я что-то задумал. Так что же заставило тебя вернуться из добровольной ссылки, красавчик, спросила она, подводя меня и моих спутников к диванам, заваленных подушками, которые занимали большую часть свободного пространства в уютном любовном гнездышке, принадлежавшем ей и хью плоксикиру. Кортеж, стоявший в углу внутреннего дворика замка, по размерам уступал самим апартаментам придворной волшебницы, однако не имея общей стены с остальной частью строения, отличался приятной уединенностью. Маша указала пальцем на поднос с напитками на небольшом столике. Поднос моментально взмыл в воздух и вскоре опустился на грубо сколоченный деревянный стол в центре комнаты. Проб изящного хрустального графина снялась сама собой, после чего графин наклонился и разлил янтарную жидкость по стаканчикам, которых оказалось пять штук. Дальнейших границ магии Маша переступать не стала и самолично передала напитки присутствующим. Как дела у Банни? Вежливо поинтересовалась она. Я принял стаканчик из ее рук. Замечательно. Она хотела, чтобы я узнал у тебя, когда ты появишься в передачах «Хрустальный шаровидение». У меня совершенно нет времени для подобных развлечений, мой дорогой, беспечно взмахнула рукой Маша. В следующем месяце у нас начинается гастрольный тур, и Цикута хочет, чтобы я устроила большое представление. Ты же знаешь. Добавила она и вновь взмахнула рукой. В то же мгновение с кончиков ее пальцев слетело шесть миниатюрных золоченых дракончиков. Дракончики держали в лапках флажки с надписью «Грандиозное шоу Маши». Я усмехнулся. «Ты не собираешься представить меня своим друзьям?» спросила Маша и старательно захлопала ресницами, не сводя взгляда с молодого пентюха в лосинах с подвязками, пытавшегося удержать туник, возлетавший выше пояса от соприкосновения с бархатными подушками. «Зре стараешься, милашка», оборвала ее Джанетта, моментально оставив в покое подол своей туники. «Ты не в моем вкусе». Маша вытаращила глаза и подскочила на месте. Ее лицо сделалось пунцовым от смущения. «Я не знаю, откуда ты взялся, дружок, но в наших краях все зовут меня леди-волшебница». «Это не то, что ты думаешь», торопливо произнес я. «Дамы, быстренько принимаем свой прежний облик». «Дамы?» удивилась Маша. В следующее мгновение маскировочные чары были сняты и перед взглядом Маши предстали три из Вергини в деловых костюмах. «Что ж, в этом нет ничего удивительного», произнесла придворная волшебница. Подойдя к стеному шкафу, она извлекла из него три массивных бокала и галлонный графин со спиртным. «Позвольте дамы предложить вам кое-что более соответствующее вашим потребностям. Прошу». С этими словами Маша быстро заменила хрустальные стопочки «Спасибо», поблагодарила Фризия. «До дна!» Залихваски опрокинув содержимое бокала в глотку, она тут же протянула его за новой порцией выпирки. «Так что вы втроем делаете в пассилтуме?» спросила Маша, снова наполняя бокалы. Изверги не обменялись хмурыми взглядами. «Послушай, Маша», вмешался я, «Можно тебя на минуточку?» «Конечно», улыбнулась моя приятельница и потянула меня за собой на кухню, на ходу обратившись к Извергинию. «Прошу прощения». Затем она взмахнула некой штуковиной, которой я узнал конус тишины. Теперь ученицы не услышат нашего разговора. Изверги одарили меня встревоженными взглядами, на которые я ответил ободряющей улыбкой. Маша с любопытством наблюдала за нашим безмолвным диалогом. «Так что случилось, красавчик? Кто это такие?» «Это мои ученицы», объяснил я и честно рассказал о том, как ААС удружил меня с этими тремя дамочками. Им, по их словам, необходимо пройти курс обучения, вернее, попрактиковаться. Я доставил их сюда в надежде на то, что ты нам поможешь. Мы уже не на шутку углубились в учебу. Я вот подумал, может, ты выделишь пару недель своего бесценного времени и расскажешь им о том, чем здесь занимаешься? То есть поможешь приобрести кое-какие практические навыки. Они, в свою очередь, могли бы посодействовать тебе в подготовке праздника. Как ты на это смотришь? Тем временем я что-нибудь придумаю. А то пока ума не приложу, с чего начинают занятия. «Да, плохи дела», покачала головой Маша. «С удовольствием подсобила бы тебе, но никак не могу. Вообще-то я сама собиралась навестить тебя через парочку дней. У меня тоже имеется некто, кого я хотела бы отдать тебе, ученики». «Мне?» искренне удивился я. «Именно», подтвердила Маша, расплываясь в улыбке. «Теперь, когда ты набрал себе группу, в нее можно будет легко вписать еще одного ученика. Славный парнишка. Он всем непременно понравится». «Эй, Трутень, иди-ка сюда, дорогой», крикнула она, подойдя к дверному проему. Возле колодца в центральной части внутреннего дворика внезапно появилось некое создание, похожее, образно выражаясь, на дубинку с ушами. Я с удивлением смотрел на длинного тощего пентюха примерно моего возраста или же на год-два старше. У него было дружелюбное веснущатое лесо, огромные уши и широченная улыбка. Когда незнакомец увидел меня, его улыбка сделалась еще шире, однако он почему-то смущенно отвел взгляд в сторону. Скиф великолепный, это капрал Трутень, он еще недавно состоял в рядах армии ее величества, однако на прошлой неделе уволился и сразу поспешил встретиться со мной, пояснила Маша. Трутень хочет обучиться магии. От слов моей приятельницы капрал, наверное, все-таки бывший капрал, пришел в еще большее смущение. Я протянул ему руку и он неожиданно довольно крепко ее пожал. Ему нужно лишь уяснить для себя, как следует относиться к большому и недружелюбному окружающему миру. В армии Трутне очень нравилось, там в его голову прочно вбили знания и навыки, позволяющие ориентироваться в любой местности и выживать в экстремальных условиях. В этом он действительно хорош, чего ему не хватает, так это внутренние дисциплины. Впрочем, в трудной ситуации наш боец неоценим и на него вполне можно положиться. На меня тоже. Еле слышно пробормотал я. Все было ясно. Что ж, наверное, я смогу помочь этому парню. Рад знакомству с вами, сэр, заикаясь от смущения, произнес Трутень. Слышал о вас много самого хорошего. Сержант Бой, то есть Гвида, рассказывал мне. Вы совсем не похожи на того, кого он мне описывал. Неужели я больше похож на себя собственного, чем на свое описание? Рассмеялся я и тут же принял свой нормальный облик. Юный Капрал удивленно присвистнул. Так точно, сэр. То есть я хотел сказать, вы и раньше прекрасно выглядели, сэр, то есть Трутень осекся, лицо его сделалось малиновым, а веснушки проступили еще отчетливее. Все в порядке, парниша, успокоила его Маша. Скиф не укусит тебя, какое бы обличие он не принял. Правда, я не могу сказать то же самое о моих учениках, задумчиво произнес я. У вас есть и другие ученики, удивился Трутень. Нет, то есть да. Короче, неожиданно разозлился я. Давай-ка начнем с самого начала. Откуда ты знаешь Гвида? Надеюсь, мы с тобой имеем в виду одного и того же Гвида? Я тебя правильно понял? Пожалуй, одного и того же, сэр, ответил бывший капрал, тот, которого я знаю, огромный такой сержант, ведь из себя крутой, знает, как обращаться с арбалетом, да и вообще все на свете знает. Гвида, его кузен Нунсо, замечательный парень, мы вместе проходили подготовку, он получил звание сержанта. Похоже, что это действительно наш Гвида, вынужден был признать я. Однако скажи, почему ты хочешь брать уроки именно у меня? Маша типичным материнским жестом подтолкнула трутню в спину, будто собственного сына, которому предстоит прочитать со сцены стишок. Солдатик на мгновение замешкался. Я почему-то испытал симпатию к этому нескладному, обаятельному парню. Бывший капрал несомненно был в восторге от того, что удостоился чести пообщаться с великим Скиевом. Он даже не заметил, как сильно меня смутила просьба Маши. Растеряешься, когда с просьбой к вам обращается сама придворная чародейка. Давай, милок, расскажи ему все. У себя дома, еще до того, как пойти в армию, я был учеником волшебника, сообщил Трутинь. Сержант Гвида обещал, что после окончания службы поможет мне и уговорит великого Скиева немного поднатаскать меня и сделать настоящим магом. После этого я вернусь к себе домой и начну трудиться в родном городе. Мне не нужно становиться великим чародеем, я хочу просто помогать своим землякам. Бой замечательный парень, сэр, он всегда с нескрываемым восхищением отзывался о вас. Когда я ушел из армии, то сразу отправился к моему бывшему командиру, чтобы узнать, где мне найти сержанта. Тут отправил меня к генералу Плоксигиру, а генерал, в свою очередь, к леди волшебница. Маша важно кивнула. — Если я удостоюсь чести получать от вас уроки магии, сэр, бесхитростно продолжал Трутинь, то для меня это будет высочайшей наградой. Я не доставлю вам никаких хлопот, обещаю, сэр. Я неплохой организатор. Когда служил под началом сержанта, то отвечал за вещевой склад. Сами понимаете, сэр, какая это ответственность. — Слышал об этом, капрал, — отозвался я. Гвида мне все уши прожужжал рассказами о службе в пастилтонской армии. Имя Трутни неожиданно всплыло из целого роя насекомоподобных имен. Меня не удивило, что Гвида называл себя Бой, как не удивило и то уважение, которое к нему испытывали подчиненные. Я повернулся к Маше. — А ты сама отказываешься учить его потому... — У меня есть на то две причины, мой милый друг, — ответила та. — Первая. Он хочет учиться у тебя. — Вторая. Я, пожалуй, не смогу передать нужные навыки именно так, как это сделаешь ты. — Но мне самому предстоит еще многому научиться, с трудом сдерживаясь, ответил я. — У тебя, например, практического опыта гораздо больше, чем у меня. — Ни за что не соглашусь с твоими словами. То, что ты сам продолжаешь учиться, доказывает, что в тебе я нашла того самого наставника, который нужен этому мальчику. Когда учишь кого-то и сам о многом узнаешь. Так говорил Хьюп Лох Секир. Обещаю, что в свою очередь помогу в обучении этих трех милых дам. Если ты возьмешь под свое крыло трудня, я непременно дам вам несколько уроков обращения с магическими предметами, поскольку у меня действительно есть кое-какой опыт. Ну, что ты на это скажешь? Трутень не сводил с меня глаз. Я поддался на уговоры Маше. Ну, хорошо, по рукам, согласился я. Пойдем, Трутень, познакомишься со своими коллегами. А тебя, Маша, ловлю на слове, надеюсь, ты сдержишь обещание. Непременно мой крутой друг, ответила леди волшебница. Ты же меня Кир не переставая думать о том, что скажет Банни, когда узнаешь, что у меня уже не трое учеников, а четверо. Судя по взгляду, которым одарила меня Джанетта, из Виргини были от новости от них не в восторге. Понятное дело. Вот это облом так облом заниматься бок о бок еще с одним учеником. Эксклюзивный курс обучения им не светит. Наоборот, на нем можно поставить большой жирный крест. Признаться, я тоже не испытывал особой радости по этому поводу, хотя и пообещал Маше выполнить ее просьбу. Мы старались скрыть наши истинные чувства от Капрала Трутня, забыв о том, что тот, возможно, уже прочел наши мысли. Ворот меня встретила не Банни, как я ожидал, а мой любимец Глип, поспешивший обслюняет меня длинным розовым языком. Глип, радостно взвизгнул дракон, прекрати Глип, прикрикнул я на него, стараясь избежать поцелуев и тошнотворного дыхания. Пахло от него, как от разложившегося трупика скунса, неделю провалявшегося на свалке. Зловоние настолько сильно шибало в нос, что ничуть не уступало знаменитой естественной имитации собачьего дерьма с добавкой неподдельного запаха, который прилипает к рукам. Я поднялся на ноги. Мой обожаемый дракончик внимательно оглядел извергинь, предварительно попробовав их на вкус и набросился на трутня. Надо отдать должное моему новоиспеченному ученику. Он отнюдь не побледнел от страха, когда глип припечатал его спиной к стене и смачно облезал. Глип восторженно объявил мой дракоша. По всей видимости этот накал признал трутня достойным звания ученика великого скилла. Ты его просто отпихни, посоветовал я трутню, видя, что парень явно занервничал. Похоже, он был готов в любую секунду фонтаном извернуть содержимое своего желудка. В этом нет ничего удивительного. Зловонное дыхание глипа убивает муху в радиусе десяти шагов. Эй, глип, ты разве не видишь? Он не привык к драконам. Банни, ты где? Я здесь, скиф! Откуда-то крикнула моя помощница. Смотри, кто к нам пришел! Я двинулся прямо на ее голос и вошел в главную комнату, где застал Банни в обществе некоего гигантского существа, которое по размерам было раз в семнадцать больше ее самой. Не узнать его курпурный мех и глаза странной формы, похожие на два лунных серпика, было невозможно. Кореш! Тролль неуклюже встал на ноги и протянул мне руку. Я как будто не заметил ее и поспешил заключить старого друга в объятии. Мы с ним не виделись уже несколько месяцев. Вот это да! Невнятно пробурчал старина кореш. Старина Грысь рад тебя видеть! Бросив взгляд через плечо, я увидел, что Трутень и Извергини вошли в комнату следом за мной. Кореш, подобно большинству обитателей измерения тролля, неизменно прикидывался эдаким простачком, дабы не будоражить народ и без того напуганный его внушительными габаритами. Под маркой независимого контрактора по кличке большой Грысь он на повременной основе сдавал желающим в аренду свою мускулатуру. Грысь, в отличие от кореша, который прекрасно образован и отличается утонченными манерами и изысканной речью, изъясняется исключительно односложными предложениями. Находясь среди незнакомых людей, он обычно прибегает к различным уверткам. «Позволь представить тебя моим новым ученикам», сказал я. «Слева направо Джанета, Полани, Фризи и Трутинь». На лице Банни на короткое мгновение появилось выражение легкого испуга, однако она тут же взяла себя в руки и улыбнулась. «Послушай, кореш, никакой проблемы не возникнет. Я тебе уже говорила». «Отлично!» воскликнул тролль и хлопнул в ладоши. «Толк! Иди сюда!» Из-за массивного камина, стоявшего в углу комнаты, появилось незнакомое мне существо, которое поспешило на зов тролля. Встав на задние лапы, оно принялось внимательно разглядывать меня огромными шоколадными глазами. Толк смахивал на большую гончию. У него была длинная плоская морда с черным носом и черные когти на почти человеческих пальцах. Кореш показал толку на меня и пробосил. «Новый учитель!» «Нет, нет, подожди минутку, кореш!» попытался возразить я. Тролль ответил удивленным взглядом. «Если у тебя четыре ученика, то почему не добавить к ним пятого?» Честно признаться, я не нашелся, что ответить. Толк не стал дожидаться моего согласия, а затрусил к извергиням, радостно помахивая хвостом. «Меня зовут Толк!» Без тени смущения представил Сулон. «Я из Песии, рад познакомиться!» «Джинета!» представила самой высокой из извергинь, с опаской поглядывая на длинно-розовый язык странного пса. «Даешь лапу?» «Я умею не только это!» пролаял Толк и обнажил в усмешке зубы не менее острые, чем извергинь. Затем по очереди пожал руки новым коллегам. «А вы откуда, ребята?» «Послушай, кореш!» сказал я троллю после того, как все пятеро моих учеников перезнакомились друг с другом. «То он такой! Что здесь делает?» «Извини, что прибыл к тебе без доклада, дружище!» смутился кореш. Потом, понизив голос, добавил, «Нет времени для подробных объяснений! Ты не возражаешь, если я не стану вдаваться в подробности!» «Толк срочно нужно было подыскать хорошего наставника!» «Я сразу вспомнил о тебе, Скиф!» «Но почему именно обо мне?» «Ты сам ведь гораздо опытнее!» возразил я. Тролли, равно как и троллины, действительно отличались многими магическими талантами, не то, что мы, пентюхи!» «Понимаешь, я давно не практиковался в магии. Ты же знаешь, что я больше полагаюсь на силу мускулов. Мне они кажутся более надежными, чем разные там волшебные штучки-дрючки. Пусть уж лучше сестренка занимается своими фокусами и фокусами. Так что я решил попросить, чтобы ты немного поднатаскал толк в подобных делах. Но почему ты не обратился к Тананде? Она большой спец в своей области, тут с ней вряд ли кто-либо сможет сравниться. Кстати, и для извергинь Тананда будет лучшим педагогом. Я никогда не признался бы в этом никому, кроме моего лучшего друга, Скиф, признался тролль, искосо посмотрев на моих учеников. Но Тананда педагогическими талантами не блещет. Она нисколько не заинтересована в том, чтобы передавать кому-то свои знания. Кроме того, Тананда сейчас занята одной важной работой и не хочет смущать толк разными там вопросами морали. «Понятно», сказал я, потому что мне не оставалось ничего другого. Не стоило забывать, что Тананда, которая была превосходной волшебницей моей доброй знакомой, время от времени выполняла задание крайне деликатного свойства. Проще говоря, за деньги устраняла тех, кто кому-то по какой-то причине становился не угоден. Это была та грань ее многочисленных талантов, о которой я совершенно не стремился узнать больше положенного. А сама Тананда никогда не давала мне оснований пожелать более близкого знакомства с данной проблемой. «Должен добавить вот еще что», продолжал тем временем кореш. «По мнению Тананда, ты лучший волшебник из всех, кого она знает. Кстати, сестренка полагает, что тебя ожидает великое будущее». Это было уже слишком. Лично мне она никогда не говорила ничего подобного, смущенно произнес я. Лицо кореша приняло абсолютно серьезное выражение. Серьезней не бывает. «Уверяю, именно так она считает», сказал тролль. «Более того, я с ней полностью согласен. Я бы ни за что не отдал толка плохие руки». «Ладно, проехали», оборвал я его, чувствуя себя самым глупейшим образом. «Найди ему какого-нибудь достойного наставника». Тролль медленно покачал огромной головой. «Боюсь, решение окончательное, и обжалованию, так сказать, не подлежит. Я кое-чем обязан семье толка. Мне подлежит завершить его образование как можно скорее. Он талантливый парень, но эти таланты нужно развивать, а для этого необходим умелый учитель». «Это невозможно, кореш», развел я руками. «Ты сам можешь заняться этим парнем, я просто не в состоянии». Тролль бросил на меня умоляющий взгляд, в котором, однако, читалась надежда. «Скиф, скажи мне, я когда-нибудь о чем-то просил тебя?» Вопрос застал меня врасплох. Я покопался в памяти, стараясь припомнить что-нибудь подобное. У кореша всегда были хорошие отношения со мной и всеми остальными членами команды корпорации МИФ, и он никогда не вызывал нареканий в свой адрес. «Кажется, сколько я помню, ты ни разу ни о чем меня не просил. Честно говоря, это мы перед тобой в долгу, особенно я». «Ну, не стоит обрисовывать ситуацию таким образом», скромно признался тролль. «Знаю, выглядит немного нечестно с моей стороны, но я был бы ужасно благодарен тебе, если бы ты оказал мне услугу и помог толку. Это ведь ненадолго, старина. Всего каких-то пять или шесть недель, верно?» «Хорошо». Со вздохом согласился я. «Считай, что толк мой ученик». Хориш дружески хлопнул меня по спине. Шлепок едва не превратил меня в лепешку. «Спасибо, брателло». «А чем ты ответишь на просьбу того, кому ты ничем не обязан?» раздался за моей спиной знакомый писклявый голосок. Глава пятая. Ситуация постепенно выходит из-под контроля. Ной. Услышав эти слова, я подскочил, как ужаленный, готов поспорить, что прежде, чем упуститься на землю, я выписал в воздухе замысловатый пируэт. «Марки». «Точно». «Она». В паре шагов от меня стояла моя бывшая стражница. Она же, подающая большие надежды, куколка Ассасин. На вид Марки была такой же миленькой и беспомощной, как обычно. Бездонные голубые глаза, копна золотых волос, хрупкая фигурка, короче, херувимчик, наделенный умом, столь же решительным и разящим, как укус безжалостной кобры. «Убирайся прочь!» взорвалась от негодования Банни и пронзительно красным длинным ногтем указала незваные гости на дверь. Я тут же вспомнил, что моя помощница в своей жизни достаточно натерпелась от макеавелевских проделок Марки, но та проявила редкую для Купидонов искренность. Она не стала делать вид, что вот-вот расплачется. Нет, на лице Марки возникло выражение неподдельной озабоченности, что меня чрезвычайно удивило. «Прошу вас, выслушайте». «Подожди-ка минутку, Банни, надернул я свою помощницу. Что ты здесь делаешь, Марки?» «Как я уже сказала, Скиф?» Робка ответила та. «Я пришла сюда, чтобы попросить об одной любезности». «Даже не думай! Скиф не отказывает любезностей особом твоего типа!» Оборвала ее Банни, сердито сверкнув глазами. «Он и так оказал любезность, которой ты достойна, не вывел тебя на чистую воду. А надо бы!» Изверги, не труди, не толк, во все глаза рассматривали стоящее перед ними крошечное ангелоподобное создание. Увы, я не испытывал ни малейшего желания разъяснять им, что это за особо и что она такого натворила. Глава шестая. Проходить школу жизни — это то же самое, что остановиться в отеле, где не подают еду в номер. Кит Карсон. Примечание. Кит Карсон — непримиримый борец с индейцами и непревзойденный проводник. «Бэмс! Уже здесь! Мы уже здесь! Мы уже здесь!» — причитал, срываясь на виск, толк. «Заткнись!» — ряхнула на него Фризия. «Да ведь мы уже здесь!» — повторила похожее на собаку создание. Повернувшись, оно вопросительно посмотрело на меня огромными карими глазами. «Угу!» — ответил я. «Мы здесь!» Я еще крепче прижал к груди из кокун, чтобы никто из моих спутников не заметил показаний на шкале и поспешил засунуть его в поясной кошель. Мои ученики принялись с любопытством разглядывать окружающую местность. Пейзаж не относился к числу тех, которые стоило непременно описать в письме домой. Я всегда считал Пэн самым серым и захолустнутым местом во всей селенной. Но после того, как взялся за уроки магии, сначала вместе с Гаркином и затем с Азом, пришел к выводу, что родился в относительно приличном краю. По крайней мере, не таком, как этот. Мы стояли на вершине холма, с которого открывался вид на местность, чьей отличительной особенностью являлась обилие камня и глины. Горячий ветер швырял в лицо целые пригоршни пыли, плотно забивая глаза и нос. Колючие растения упрямо цеплялись за склон холма, возвышавшегося между каких-то речушек, чье дно было буквально завалено грудами щебня. Пучки чахлого кустарника усеяны длинными в палец колючками, нисколько не радуя глаз на фоне огромных полей, неустанно продуваемые ветром травы. Где-то внизу подножие холма приглушенный журшал хиленький ручей, неся в неизвестном направлении воду, больше напоминавшую по цвету торфяную жижу, что нисколько не украшало убогий пейзаж. Солнце висело над горизонтом, испуская бледно-рыжие лучи, как будто в надежде хотя бы немного оживить неблешущее особым разнообразием ландшафт. В этом намерении оно нисколько не преуспело. Добро пожаловать на печку, объявил я. Здесь мы проведем наше первое занятие. Ну и отстой, прокомментировала Полоня. Мне захотелось сделать кислую мину и вяло возразить. По причине неожиданно свалившихся на меня дел минувшей ночью я практически не сомкнул глаз. Впрочем, реакция Полоня слегка охладила мой преподавательский пыл. Моя бывшая ученица Маша всегда была благодарна за то время, которое мы провели вместе. Я привык ценить ее добросердещее, с которым она воспринимала наставничество, когда я не уходил от ответственности. Я на короткое мгновение задумался о том, почему так неохотно взялся за ее обучение и почему с такой готовностью ухватился за эту новую работенку. Причем сейчас-то ведь дело приходится иметь не с одним учеником, а с шестью, еще с такими разными темпераментами. Что мы здесь делаем? Полюбопытствовал Мелвин писклявым голоском. Этот пуп сверзил и был с головы до пят упакован в одеяние светло-серой расцветки, которое лишь напоминало детские ползунки. Подошвы были крепкими и очень прочными. Кроме того, как мне теперь стало видно, в одежде Мелвина имелись многочисленные отверстия, служившие ему карманами. На его практически безволосой голове красовалась миленькая шапочка. — Херпеть, не могу спать на открытом воздухе. Мы не могли бы вернуться обратно в трактир. — Нет, отрезал я. Я хочу позаниматься с вами в полевых условиях. Только так вы почувствуете всю прелесть учебы. Я сообщил моим ученикам, что им необходимо подготовиться к ночевке на свежем воздухе, не став при этом вдаваться в подробности. Из Вергини облачились в форменные футболки и короткие шорты. Фризия предпочла бледно-оранжевые цвета, полы не светло-зеленые, а одежка Джанетта имела колер, который моя сведущая в подобных делах помощница Банни определила как оттенок лимонного шербета. Коготки из Вергинь и на руках и на ногах были аккуратно подстрижены и покрыты лаком в тон наряду. У каждой за спиной рюкзачок тоже в тон. Трутень, одетый в форму придворной гвардии Пасилтума, кожаной рубашкой надетой поверх нее нагрудный знак, скарабкался по склону холма к остальным волоча за собой огромный тюк, который, наверное, весил столько же, сколько он сам. Что это там у тебя, поинтересовался я. Видите ли, сэр, начал Трутень, пытаясь восстановить дыхание. В армии нас всегда учили быть готовым к любой ситуации. Сержант Бойт четко мне это внушил. Я не хотел бы попасть в переделку, не имея под рукой того, что могло бы понадобиться для выполнения поставленной задачи. Все это рассчитано для проверки ваших магических умений, с усмешкой заметила Джанетта. При всем моем почтении, мадам, моя магия носит более основательный характер, чем мне самому хотелось бы, ответил Трутень. Его веснущие-то и щеки покраснели то ли от усталости, то ли от смущения, то ли сразу по обеим причинам. У меня иногда возникает потребность в поиске физических ответов. Думаю, вам следовало бы знать об этом. Вот увидите, в один прекрасный день всем придется положиться на меня. Спасибо. Довольно холодно поблагодарила самая высокая из Виргини. Хотя лично я в этом сомневаюсь. Это первый неправильный ответ за сегодняшний день. Ровным голосом констатировал я. Судя по выражению ее лица, Джинета была потрясена. Вам всем предстоит работать вместе. Никто из вас не добьется успеха, если не будете действовать как одна команда. Это главное правило, которое я усвоил, трудясь в корпорации МИФ. Я проявил бы преступные легкомыслия, если бы не познакомил с ним своих учеников. В отличие от остальных, скромные пожитки толка находились в бумажном пакете дырявом с одной стороны. Из Виргини смерили человека-пса взглядами, в которых читалась нескрываемая брезгливость, которую они наверняка испытали бы, глядя на пятно, неожиданно появившееся на их безупречно чистых одежках. К счастью, толк этого не заметил, поскольку был занят изучением окружающей местности. А где деревья? Каким-то жалким голосом поинтересовался он. Думаю, где-то неподалеку, небрежно ответил я. Хворост для костра мы найдем в достаточном количестве, ну а если не найдем, то можем использовать в качестве топлива сухой навоз. И этим запахом провоняет мой наряд? Возмутилась Фризи. Ни за что. Это же писк сезона, изделия высокой моды. Посмотрим, какая она будет высокая, когда сядет солнце. Интересно, как вы заговорите, почувствовав ночью ледяной холод, усмехнулся я. Вы не забыли, что вам предстоит научиться навыкам выживания в экстремальных условиях? На печке подобное умение имеет особую ценность. Согласен, занятие не из приятных, но некую его привлекательность вы все-таки сумеете оценить. Ну что же мы все-таки здесь делаем? спросил Мэл все тем же писклявым голоском. Сегодняшнее занятие посвящается поиску простых решений для сложных проблем, сообщил я своим подопечным. Я побывал здесь прошлой ночью и спрятал на этих необозримых просторах целую кучу разных предметов. Завтра, к концу дня, все они должны быть найдены. Вы будете искать эти предметы, пользуясь моим списком. Упс. Я выпустил из рук бумажный лист, разорванный мной на шесть частей еще до того, как мы покинули пент. Мои ученики наперегонки бросились вслед за клочками в надежде поймать уносимые ветром квадратики бумаги. Я даже застонал от досады. Нет, они совсем не хотят думать и повинуются золу инстинкта, а не рассудка. Стойте! крикнул я. Ученики остановились и обернувшись, недоуменно посмотрели на меня. Что такое? поинтересовалась Полани. Они же сейчас улетят. Мы их так никогда не поймаем. Если не проявите сообразительность, то действительно улетят. Один из вас сейчас быстро соберет все обрывки, немедленно. Толк мигом взлетел в воздух и ухватил зубами один из клочков, когда тот пролетал мимо него, затем в прыжке поймал другой. Первый неожиданно выскользнул у него изо рта. Толк успел цапнуть его, решить, какой клочок ловить в первую очередь. Затем бросился за ближним, но одновременно к нему метнулась и Фризия. Разумеется, они столкнулись. Извергиня с воплем отпрянуло назад, толк упал на спину и тут же поспешно поднялся. Прошу прощения, выкрикнул он. Виноват, 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 прошу прощения. Прекрати, приказала Фризия, брезгливо стряхивая из себя шерстинки. Со мной все в порядке. Боже, да тебя пахнет псиной. Ну, разве это луха? Удивился толк. Хлочок бумаги все так же кружил в воздухе, уносимый порывом ветра. Я поймаю, заявил Трутинь. Обрывок списка на мгновение опустился на один из колючих кустов примерно в двух десятков шагов от нас. Экскапрал бросился вниз по склону, но в это мгновение на куст обрушился порыв ветра. Трутинь протянул руку, он почти дотянулся до бумажного клочка, однако его тут же снова отнесло в сторону ветром. Я понял, что мой ученик не в ладах с озами командной магии. Придется несколько ближайших недель хорошенько с ним поработать. Не обращая на Трутня внимания, изверги не сбились в аккуратную кучку. Что ты об этом думаешь, Джинета? спросила Пола, незадумчиво потрогав подбородок. Может, попробуем применить возвратное заклинание Мортона? Из-за какой-то ерунды, сердито ответила Фризи, если воспользоваться этим заклинанием, от этих бумажек даже пепла и того не останется. А по-моему, самое разумное в этой ситуации применить сборочное заклинание Абадии, предложила Джинета. И еще чего, заклинание Абадии было на прошлой неделе, подняла их на смех Полани. Тебе не кажется, что профессор Магафин предложил бы то же самое? Только что произнесенное имя, похоже, заставило их задуматься. Поцарилось благоговейное молчание. Не знаю, задумчиво проговорила Фризи. Я никогда не слышала, чтобы он когда-нибудь упоминал о том, что заклинание Абадии может применяться на открытом воздухе. рюкзака небольшой перегонный куб и палочку ярко-красного цвета. Полани откупорила какую-то бутылочку и отлила часть содержимого внутрь куба. Джанетта помешала жидкость палочкой, ее уровень тотчас же поднялся, заполнив весь перегонный куб. Из узкого горлышка появился красноватый дымок, принявший форму завитка, который начал раскручиваться, устремляясь в направлении ближайшего клочка бумаги. Порыв ветра подхватил дымок и, скрутив спираль, понес вверх. Бумажка попыталась было освободиться, мечась туда-сюда, пока полностью не растворилась в воздухе. Изверги не с отрываемым беспокойством наблюдали за происходящим. Не сработало, воскликнула Полани. В чем же наша ошибка? Забудьте об этом, нетерпеливо забромотал Мелвин, откалкивая моих учениц в сторону. Я все сам сделаю. С этими словами он хлопнул в ладоши и вытянул руки перед собой. В воздухе вновь возник небольшой смерч, который прямо на глазах из аккуратного миниатюрного столбика пыли превратился в упрокинутый острым углом вниз конус высотой в тридцать футов. Ветер мощным рывком похватил его, сопровождая это действие ураганным свистом. Мои волосы тут же разлохматились и вздыбились. Марки предупреждала меня об успехах Мелвина в школе первоэлементов. Судя по всему, свои отличные оценки малыш получал не напрасно. Изверги не поспешили крепко ухватиться друг за друга, цепляясь за одеждой рюкзаки. Усиливаясь, смерч подхватывала с земли легкие предметы. Особенно силен он был в том месте, из которого непосредственно исходил. Толк оторвал от земли. Человек и пес был вынужден ухватиться за ноги Мелвина. Даже труднее с его тяжеленным тюком поволокло вниз по склону холма, усеянного редкими камнями, вместе с кучами пыли, высохшими скелетиками растений и какими-то мелкими зверушками. Мелвин распрямил пальцы, и ветер моментально утих. Поднятый в воздух мусор плавно опустился на землю. Из кучи пыли, которая погребла под собой толка и трутня, виднелись конечности и уши незадачливых учеников-чародея. Мелвин с видом истинного триумфатора принялся собирать обрывки списка. Вот, радостно сообщил он, потрясая рукой с зажатыми в ней бумажками, проще простого. Что дальше будем делать, учитель? Это все равно, что-то пить того, кто желал лишь напиться воды, проворчала Джанетта. Ну, конечно, хорош виноград да зелен, парировал Мелвин. Куда вам до меня, девочки? Если уж делать дело, то надо делать его красиво. Именно это и требовалось доказать, вмешался я в разговор. Мелвин, оглядись-ка, дружок, по сторонам. Толк наконец-то выбрался из-под кучи мусора и пыли и принялся энергично отряхиваться. Тротин также встал на ноги и последовал примеру своего товарища по несчастью. Они при этом не сводили глаз с Мелвина. Купидоша виноват взглянул на меня. Что случилось? Разве я сделал что-то не так? В смысле не так, как вы просили? Ты оставил без внимания мой совет ничего не усложнять. Скажи-ка, сколько силовых линий ты видишь? Малыш тут же уставился в пространство перед собой. Я хорошо знал, что он сейчас видит. Точнее, не видит. Это была одна из причин, по которым я выбрал для занятий печку. Единственное похожее место, которое было почти лишено магических свойств, был Лимб. у меня недавно состоялся короткий разговор с вампиром Вильгельмом, диспетчером ночных кошмаров. Он предположил, что наше присутствие чересчур напугает местных жителей, которые будут весьма недовольны, если я привезу туда моих учеников из разных измерений. Поскольку гости на Лимбе бывали крайне редко, то наше появление наверняка вызвало бы настоящий бунт среди аборигенов. Я согласился, что не стоит рисковать, потому как никакими научными экспериментами нельзя оправдать вероятное бесчинство разъяренной толпы. С другой стороны, печники намного дружелюбнее обитателей Лимба, и я с буквально кожей чувствовал, как они наблюдают за нами. Мелвин посмотрел на небо, затем перевел взгляд на землю. Его лицо с каждой секундой принимало все голее жалкое выражение. «Хорошенько посмотри», посоветовал я ему. Мелвин сдался. «Я ничего не вижу», расстроенно признался он. «Техно ничтожество», презрительно прокомментировала Полани. Из рюкзака, тщательно подобранного к наряду, она извлекла способную миститься на ладони шар, испускавший ровное зеленоватое свечение. «Есть только одна линия, о которой можно говорить. Она находится вон там, довольно далеко отсюда, милях в пятнадцати от нас». «Верно», согласился я, «все правильно». «Уверен, вы все имеете хороший опыт хранения магической энергии, и поэтому вам не приходится искать силовые линии в тех случаях, когда необходимо применить магию». «Я угадал». «Вообще-то нет», ответила Джанета. «А вот я так не думаю», упорствовал я, «Ведь ваше заклинание не сработало именно по этой причине, разве нет?» «Нам всегда удавалось найти нужное количество силовых линий, когда они требовались, на пентях полным-полно». «Там другого полным-полно», мрачно возразил Мелвин. «Обожаю сарказм», произнес я, смерив купидона суровым взглядом. «Это было сложное заклинание. Готов спорить на что угодно, ты тоже порядком растратил волшебные ресурсы». «Откуда же интересно собираешься получить дополнительную магическую энергию?» «Из этой вот силовой линии», со вздохом ответил Мелвин и посмотрел на направление той нити, которая обнаружила Полани, после чего принял вид полнейшей сосредоточенности. Через мгновение его лицо исказилось. Купидош обнаружил нечто такое, что попалось и мне, когда я впервые побывал на печке, нечто в местном ландшафте, что впитывало магию. «Качать энергию с силовой линии можно было лишь в том случае, если вы находились по отношению к ней под определенным углом. Я могу скакнуть обратно на Пент или на Купидон и пополнить запас». «Даже не думай», решительно заявил я. «Любой, кто хотя бы на секунду посмеет отлучиться, но всегда будет вычеркнут из списка нашей группы. Тебе придется поступать в соответствии с правилами, а правило номер один гласит «ДВП», что означает «делай все просто». Если б ты просто сконцентрировался на обрывках бумаги, то смог бы собрать их пустяковым возвратным заклинанием или же заставил принять первоначальную форму записки, достаточно тяжелую, чтобы упасть на землю. Но поскольку ты задействовал всю свою накопленную магическую силу, то теперь нам придется отправиться к ближайшему ее источнику, чтобы пополнить запас. Для тех, кто не привык таскать с собой излишек магии, это послужит хорошим уроком. Знаете, что мой лучший учитель... В это мгновение я вспомнил Аза. Некогда сказал мне. Самое разумное, что я могу сделать для самого себя, всегда быть готовым к неожиданностям. Это что-то вроде умения набрать полную грудь воздуха, прежде чем с разбега прыгнуть в реку. Когда-то уже под водой, то поздно думать о том, что не запасся воздухом. Значит, следует копить себе магическую энергию? спросила Полани. Так вы не используете периферические устройства? Я пожал плечами. Не люблю полагаться на то, что у тебя может кто-то отобрать. Я закоренелый романтик, меченосец, и поэтому все, с чем умею обращаться, в конце концов передаю в руки противника, чтобы в поединке быть на равных. То же самое касается и магических приспособлений. Конечно, это только мое мнение, но вы платите за него свои деньги. Изверги незадачно посмотрели друг на друга и пожали плечами с надетыми на них рюкзаками. Я улыбнулся. Извр был одним из тех измерений, где магии и технологии пользовались практически в равной степени. Я собственными глазами видел, как сочетание наличных источников энергии соблазнило тамошний народ, заставляя полагаться на обычные технологические средства. По-моему, это и делало их пользователей такими уязвимыми. — Это несправедливо, заскулил Мелвин. На этой линии так далеко. — Тогда оставайся здесь и обойдись во время этого испытания без магии, вкрадчиво произнес я. Еще кто-нибудь отправится на прогулку? — Господи, какой он нудный, — услышал я шепот Фризи, спускаясь вниз по холму, во главе нашей небольшой процессии. — Да, Джанетта, кажется, твоя тетка была права, когда говорила о нем, добавила Полани. — Не так уж плохо, произнесла Джанетта. Конечно, не слишком похоже, чтобы он придерживался научных методик, но, судя по всему, знает, как объяснить самую суть урока. Я горделиво вздернул подбородок и попытался сделать вид, будто не слышал этих слов. Мне было приятно ощущать себя авторитетом, внушающим уважение, хотя в душе я прекрасно понимал, что занимаюсь самообманом. Оставалось лишь надеяться, что из Виргини поймут это не раньше, чем я почувствую, что они раскусили меня. Не хотелось подводить ни моих учеников, ни ААЗа. Стыдно признаться, но я уснил это себе из передач, которые Банни обожала смотреть на своем персональном коммуникаторе. В частности, там как-то мелькнул полный драматизм и конкурс под названием «Была-не-была», где зеленокожий ведущий заставлял участников проходить через труднейшие испытания ради получения основ знаний, необходимых для выполнения других конкурсных заданий. Обычно я старался не обращать внимания на развлекательное шоу, которое Банни смотрела в то время, когда я занимался своими магическими исследованиями. Меня нисколько не возбуждали игры, которые я не мог наблюдать, так сказать, вживую. Однако, иногда я ловил себя на том, что до моего слуха доносятся абсурдные и смешные задания, которыми шоумен пичкал конкурсантов. Разница между мной и ним состояла лишь в том, что я использовал свою власть ради разумной цели, и даже если мои задания не отличались глубоким смыслом, то все равно никто из моих подопечных не обижался. По моему мнению, методики, которым я хотел обучить своих учеников, имели огромное и жизненно важное значение, независимо от того, станут ли мои подопечные магами экстракласса или же довольствуются ролью главного чародея в деревушке, состоящей лишь из десятка лачуг. Восходящее солнце ничего не добавило к унылым красотам ландшафта. Образовавшаяся за ночь роса в мгновение ока испарилась. Температура воздуха стремительно повысилась. На толка судорожно хватавшего воздуха ртом было жалко смотреть. «Воды, воды, воды, воды», прочитал он. «Если не перестанешь разевать пасть понапрасну, то моментально засохнешь», осадило его полонье. Из Вергини, судя по всему, менее других были настроены нянщиться с толком. «Будьте с ним помилосерднее, мадам», сжалился Трутинь. «Предложил ему попить, он перестал бы конючить, разве не так? Вот, возьми-ка, приятель». С этими словами он предложил страждущему бурдюк с водой. Толк тут же расцвел благодарной улыбки. Он стиснул обеими руками емкость, из которой тут же вырвалась тугая струя. Толк торопливо принялся хватать ее длинным розовым языком. От столь энергичного способа питья нас всех окатило брызгами. Впрочем, в горячем воздухе наступающего утра было приятно ощущать на коже прикосновение прохладных капель. «Спасибо, спасибо, спасибо!» пролаял Толк. «Это было замечательно». «Не за что, рад был помочь». Трутинь перебросил бурдюк через плечо. «Эй!» вскрикнуло в следующее мгновение. Емкость с водой сорвалась с его плеча и полетела на землю. Трутинь наклонился, чтобы подобрать бурдюк, но он загадочным образом отскочил в сторону. Его владелец бросился вслед за ним. «Эй, вернись!» Я еле удержался от улыбки. Веселье только начиналось. Долговязый Экскопрал снова бросился за своим непослушным имуществом, но оно в очередной раз выскользнуло из его рук. «Эй, послушайте, я знаю, что вода бежит, но это настоящий бег в мешке!» воскликнул Мелвин. «Предлагаю поделиться!» крикнул я, обращаясь к Трутню. Тот обернулся и вопросительно посмотрел на меня. «Что вы сказали, сэр?» «Я сказал... Впрочем, уже неважно. Пока я говорил, Бурдюк за его спиной начал буквально таять на глазах. Трутень обернулся, и сам Бурдюк и дыра, в которую тот угодил, как будто испарились. Экскопрал моментально повернулся ко мне. На его лице было написано выражение крайнего удивления. «Куда он делся, сэр?» «Боюсь, Трутень, он угодил в одну из здешних ловушек», ответил я виновата. «Местные жители большие мастера по части продвижения товаров. Ты, видимо, и сам понял, воды здесь отчаянно не хватает. Твой запас живительной влаги для печников неслыханное богатство. Больше всего на свете у них ценится тень и вода». «Какие такие местные жители?» удивилась Джанетта. «Я не вижу здесь никаких признаков разумной жизни». «Они живут под землей», ответил я и топнул ногой. «Но тогда эти аборигены могут представлять опасность», скричала Фризия. «Им ничего не стоит наброситься на нас». «Они могут», она понизила голос, испуганно оглядываясь по сторонам, «всех убить и съесть». «Вряд ли», поторопился заверить я ее. «Местные обитатели совсем крошки, ростом не больше дюйма». «Где?» пронзительно вскрикнула Фризия. «Гляньте-ка», хвыкнул Мелган. «Получается, вы понапрасну намочили штанишки». «Замолчи ты! Киндер-сюрприз!» Я зашагал вперед, и вся братья последовала за мной, переругиваясь на ходу. «Интересно, удастся мне выдержать шесть недель подобного бедлама и не свихнуться?» Я хлопнул себя по затылку. По всей видимости, кружившая надо мной муха все никак не могла решиться, в какую часть моего беззащитного тела вновь вонзить свое зловещее сжало. Тьфу ты! Кажется, выбрала. Я осторожно пощупал место укуса. «Всем, у кого чувствительная кожа, рекомендую использовать в незначительном количестве магию для отпугивания насекомых», посоветовал я. «Укусы могут быть очень болезненными». «Все будет сделано как надо, Скиф!» С воодушевлением отозвался Толк и коснулся укуса на моей шее. Жгучую боль тут же как рукой сняло. «Замечательно, дружище!» похвалил я. «Сыню твоё усердие, только не забывай при этом защищать самого себя». Толк нахмурился и склонил голову на бок. «Не совсем понял». «Представь себе одежду, скроенную из магической энергии, которая плотно облегает твоё тело, но не перекрывает доступ воздуха», пояснил я. «Не надо тратить слишком много энергии». «Видать ли я такое сумею?» грустно признался Трутин. Никогда не пытался сделать ничего подобного. «Откуда же ты тогда знаешь, что у тебя ничего не получится?» удивился я. «Я знаю всего несколько заклинаний», признался экс-капрал и указал на извергинь. «Мне кого за плечами багаж самого современного образования?» Барышни моментально повернулись к нему и подозрительно покрутили носами. Вид у Трутни был подавленный. Я снова подумал, что на него просто жалко смотреть. «Ну и что же? Мы можем попытаться сделать это уже на имеющейся основе», подбодрил я. «Итак, что мы знаем?» «Можно применить антизаклинания», начал Трутинь. «В этот момент на пути у нас неожиданно возник полевой смерч. Я тут же узнал в нем одного из местных жителей. Смерч на секунду замер, а потом налетел на полуни, явно собираясь сцепиться в ее какитливый рюкзачок. «А-а-а!» в испуге завопила та, отчаянно пытаясь отбить атаку настырного туземца. «Убирайся прочь!» «Трутинь, давай воспользуйся этим», подсказал я. «Трутинь» указал пальцем на миниатюрный смерч и крикнул «Изыди!» Серый пыльный конус моментально испарился, оставив после себя малюсенький красный комочек размером не больше ногтя моего мизинца. Крошечное создание слетело с ноги полоня и молниеносно зарылось в землю. «Уф!» облегченно вздохнула жертва нападения и принялась яростно топать в том месте, где только что скрылся печник, покусившийся на ее рюкзак. «Ужас какой! Фу! Мерзость!» «Оказалось весьма кстати», заметил я, «хорошая защита, которая также помогает исправить случайно допущенные ошибки». «Ну а что дальше?» «Дальше еще одно действие противоположное». «И что в этом удивительного?» усмехнулся Мелвин. «И вообще к чему все это? Чтобы вернуть заклинание на место в свое прежнее состояние?» «Нет, сэр», обиженно проговорил Трутень, «это означает, что я могу неплохо замаскироваться вот так, например». Неожиданно вместо долговязой фигуры бывшего капрала передо мной возникло знакомое существо — пентюх огромный рослый широкоплечий с удивительно тонкой талией и здоровенными ручищами, в которых спрятался миниатюрный арбалет. Я почувствовал, как мои губы растягиваются в счастливой улыбке. Это же Гвида! Образ сразу же потускнел, начал расплываться, и передо мной вновь появилось серьезное лицо Трутня. «Так точно, сэр? Сержант Бой, так мы его называли. Я всегда искренне восхищался им, сэр». «Хватит величать меня сэром», оборвал я Трутня. «Называй меня просто Скивом». «А заклинание действительно классное. А что еще ты умеешь?» «Ну», начал Трутень, «Спу», неожиданно крикнул он, и в следующее мгновение сорвался с места и заскользил над склоном холма, не касаясь при этом его поверхности. Возникло ощущение, будто он парит в воздухе над каменистой горной тропой. «Отлично», похвалил я, «оказывается, ты умеешь летать». «Нет, сэр, то есть, простите, Скив. Это магическая техника под названием «Неспотыкач». Я научился этому еще в армии. Помогает в тех случаях, когда надо преодолеть местность с неровным рельефом. При этом можно сэкономить время и силы. Правда, дается не сразу. У нас многим ребятам приходилось за это умение расплачиваться вывихнутыми лодыжками, растянутыми связками. Неспотыкач не позволяет мне упасть. Правда, при этом приходится постоянно повторять слово «спу». Чтобы дать обратный ход, нужно воскликнуть «Упс». «Фу, какая гадость!» воскликнула Фризия. Лицо Трудня приняла обиженное выражение. Лично я прекрасно понимал его чувства. «А вы разве не пользуетесь манимоникой, когда занимаетесь магией?» невинно поинтересовался я, обращаясь к Фризии. «Конечно пользуемся», ответила та. «Но это ужасная спу, какая гадость, какая глупость. Если эта штука срабатывает, то чего же не глупого? Ничего, скоро сами все поймете. Трудня обязательно научит нас, как это делается, когда мы вернемся в наш трактир». «Научимся у Пентюха? Да вы что? Да ни за что на свете!» возмутилась Полани. Я проигнорировал ее вопли и молча зашагал дальше. «Конечно, когда я говорил о Пентюхах, я не имел в виду вас, Скиф». «Хотите узнать, что было дальше? Перейдя по ссылке, вы сможете услышать продолжение книги». Продолжение следует...